Поддержкой для Григо становится знакомство с Гансом Стианом Андерсеном. Первая встреча состоялась в 1863 году в Копингагене, в центре культурной жизни Симонавии. Григо покорил полной любви поэзии Андерсена, который писал стихи. Григо пишет на стихи Андерсена много романсов, песен, а великий сказочник был просто покорен творчеством Григо. Свой первый сборник «Мелодии сердца» Эддор Григо посвящает Гансу Кристиану Андерсену. В молодости ему посчастливилось встретить юную Нину Хагеру, девушку с прекрасным голосом, умную, чуткую, образованную. Она и стала женой и верным другом Григо. Григо. Песня жениха. Исполняет фортепианный ансамбль Гришин Павел и Калачев Лизян. Григо. Песня жениха. Исполняет фортепианный ансамбль Григо. Григо. Песня жениха. Исполняет фортепианный ансамбль Григо. Григо. Песня жениха. Исполняет фортепианный ансамбль 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 Григо. Песня жениха. Исп Нина Хагина стала и первой и лучшей исполнительницей романсов и песен Эдварда Грига. Именно ее таланты певицы мы обязаны появлением на свет многих жемчужин вокальной лирики Грига. Григ со сна исполняет Рудукан Олеси. Аплодисменты. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Сначала не хватало средств, недостаточно было грамотных музыкантов, и поэтому все получилось слабым, неинтересным. И у публики национальной музыки еще не был такой великий интерес, поэтому Григу и его друзьям пришлось очень много преодолевать различных трудностей. Но прежде чем музыкальная академия получила право на жизнь. В 1868 году в Копенгаге состоялось первое исполнение концерта «Ля минор». В зале присутствовали, помимо простых людей, милисгады, королевы Луизы, и что для музыкантов, наверное, всего важнее было сам Антон Рубинштейн, который в то время гастролировал и находился в Дании на гастролах. Более того, концерт Грига под пальцем Эдмунда Нойперта впервые прозвучал на рояле, предоставленном Антоном Рубинштейном специально для этого исполнения. И лишь одного человека не было на этом концерте. Самого главного человека, который сочинил этот концерт, Грига, его просто-напросто не отпустили с работы и сказали, что оркестр не может находиться без главного дирижера даже на короткое время. Этому произведению Грига, концерту «Ля минор», суждена была очень счастливая жизнь. До сих пор этот концерт украшает и пертуар многих прославленных пианистов. Композитор очень много ездил с концертами по различным странам Европы. Он выступал как пианин, дирижер, концертмейстер Нины Григ. Они исполняли не только произведения Грига, но и других композиторов. И выступления были в Норвегии, Швеции, Дании, Италии, Франции, Англии и везде. Они открывали слушателями замечательную красоту норвежской музыки. Дирижерская служба, концерты, педагогическая, общественная деятельность очень много отнимала времени у Грига, и он попросил назначить ему государственную стипендию, чтобы полностью заниматься только музыкой. Ему отказали. Его произведения не печатались. И на Грига вообще смотрели как на рядового музыканта. Все изменилось, когда Григ получил письмо от ферренцилиста, к которому попала юношеская фортепианная соната Грига. И Лис пришел в необычайный восторг от этой сонаты. И пожелал видеть композитора. Он написал замечательный отклик. И после только дружественного письма, это письмо решило судьбу Грига, норвежского общества, тут же сменило отношение к молодому композитору. Но как не сменить? Потому что такой пианист вдруг обратил внимание. Она начинающаяся с композитора. И равнодушие публики сменилось доброжелательностью. Ну, как бы, лист открылым глазам на то сокровище, которое до сих пор оставалось незамеченным. И Григу назначает государственную стипендию. Творчество Грига обширно и многогранно. Он перестал крупную форму инструментальной миниатюры, вокальной миниатюры, симфонические произведения, опработки народных песен, танцев. Григ — это Норвегия в музыке, страна, ее природа, ее люди. Простые люди, им дела, обычаи, сказки. Герой норвежского кольклора — тролль. Очень популярный символ Норвегии. Многие годы жизни Грига связаны с тролль-халвином. Это дом, где поселился Григ со своей женой в 1885 году. Ну, что за волшебный обитель этот тролль-халвин? Волшебство заключается в том, что в переводе он означает холм троллей. А вилла Грига на просторном берегу озера в долине носила название тролль-далин, то есть долина троллей. Предания о троллях самыми корнями уходят во времена язычества. Люди считали, что тролли очень сильно отличаются друг от друга внешним видом, характером. Одни считали, что это гиганты, другие считали, что это маленькие, крохотные существа. Одни говорили, что они очень дружелюбные, а другие говорили, что они очень злые. Но всех их объединяло то, что тролли были похожи, вернее, у троллей было на пальцах рук и ног по четыре... На руках рук и ног было четыре пальца. Крючковатый нос и очень взъерошенные косматые волосы, похожие на кустарник. Ну и тролли очень боялись свет. И вообще вся Норвегия, если походить по улочкам, то можно увидеть разные каменные статуи в виде троллей. Все спрашивают, почему? А это потому, что какой-то тролль зазевался, и на него упала луч света, и он превратился в камень. Детей пугали троллями, чтобы было хорошее поведение. Говорили, если ты будешь грязный ходить, то в тебя грязный тролль селится. Была такая прекрасная девушка, тролль кузы, которая, вступив в брак, мужчина, если неподобающим образом относился к жене, то, значит, это существо превращало его в страшное существо, которое мучился. И поэтому в Норвегии все мужчины очень хорошо относятся к своим женам, потому что боятся превратить целое существо. Эльфы. Это существа, которые прячутся от людей. Они ходят только по земле, но могут навредить человеку, а могут и рассердиться на него. Много прекрасных сочинений родилось в строях Ваугине. Тонкость каменного стиля, жизненные впечатления, овениванные легкостью, полетом, звучат в пьесе «Танец эльфов». Гринк Танец эльфов исполняет Левошеева Анастасия. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Играет музыка 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 Играет музыка